Приветствую всех на канале GameOne, сегодня я буду играть на базе и расскажу вам многое изменения на этом одиночном базе. Я знаю, многие не досмотрят этот ролик, поэтому, чтобы они получили информацию, я сейчас же все расскажу. Сначала вызываем вертолет, как всегда, будем пока ее ждать. Итак, изменения на базе. Первое, что я заметил, это, ну это все заметили, я думаю, нужно вызывать вертолет через маяк. Все это нужно делать через маяк, также вызывать каргу через маяк, там есть свои ресурсы, думаю, всем это понятно. Второе изменение, это с танком, не знаю, как давно оно у нас здесь, но вчера я избивал танк. Я вчера пытался сбить танк, у меня не хватило патронов, мне оружие тоже сломалось, мне пришлось пойти домой и прилететь заново. Пока я прилетел, танк заходился. Так я думал. Пока на второй день не пошел к танку, как раз сегодня я пойду к танку, и у него такая же хп, то есть он уже горит. То есть вчера, когда я пошел домой, пришел, он захилился, я обиделся, ушел. Но когда я сегодня вернулся, через 24 часа, танк все еще горел. Значит, он больше не хилится, это круто. Следующее, как я здесь заметил, это босс. Босс, егг-мутант. Он здесь появился, как задание мини-босс, где можно получить фиолетовую карту. Но это тоже было довольно-таки весело, тоже было интересно. Но, в принципе, все такое же. Часто замечаю еще баги на каргу. Там пропадают боты. Ну, в принципе, вот на этом я закончу свои изменения. А здесь я пока что немного буду сбивать танк. Так, хочу я хоть какой-нибудь рецепт сегодня получить. Надеюсь, что-нибудь интересное сегодня мне выпадет. Играю я не сам, со мной тимеет, бегает по карте, помогает. Ну, в принципе, я сам тоже справился бы, но вдвоем веселее. Поэтому будем сбивать этот вертолет. Не так много на него требуется, если не промахиваться. Одно оружие на него хватает вполне. Так же он не может нас попасть, пока мы не двигаемся. Это очень легко оказалось. Чем свыше его отстреливать, где у нас вообще ничего не получилось. Он часто нас вырубал. К ним и мучались просто. А вот так вот оказалось намного легче, чем даже те баги, которые использовали другие игроки. Через текстуру убивать тоже довольно-таки глупо, потому что вот так вот очень легко, просто изи стрелять. Хоть он с ракетами стреляет, хоть без ракет, он не может нас попасть. И вот так вот максимум 2 минуты, 3 минуты уходит, чтобы его взорвать. Больше даже не понадобится. Вот видите, ракеты его даже не попали в меня. Так, здесь я не могу уже прицел до него дотянуться. Такс, придется без прицела стрелять. Ладно. Так, с напарником нокнуло. Видимо, он впервые этот вертолет сбивает. Такс, ну. Он все еще на него заагрился, да. Все еще заагрился на него. Булл заагрин. Такс, ну. Почему-то он не стреляет ракетами еще раз. Вроде бы мы его хорошо покуцали. Мне кажется, у него меньше половины хп. Думаю, здесь у него недолго придется с ним мучиться. В планах у него вообще пробежать по всем рт, по всем боссам. Даже на карку там. И залутать фиолетовые карты. Задание на мини-боссов. Так, давайте отойдем от дома. Мне кажется, вертолет вполне может сломать мне базу. Вполне может взорвать мои машины, мой вертолет, мотоциклы, которые там под хатой стоят. Так что рисковать не будем. Отойдем от базы. И попробуем его сбить. В принципе, не так много времени уже прошло. Полтора минуты сбиваем. Да, он уже демит. Видите, не так уж оказалось сложно. Вот одно интересное. Если кто знает, напишите в комментариях. Меняется ли хп у боссов, у мистителя, там у танка, например. Просто я уже давно не играю на базе. Уже стало немного скучно здесь играть. Просто иногда захожу, собираюсь семенной, выполняю задания на купоны. Кстати, купоны я скажу вам 100%. На этом чисто мое мнение. Я открываю на первый день, мне падает 36. 40 даже не было. А открываю на второй день, падает от 55 до 60, там 70 купонов падает. Так что, ребят, проверьте, кому не сложно, открывайте купоны, вот это ящики с купонами на второй день. Это будет такой небольшой эксперимент. Все вместе проведем. Но я уверен, я всегда открываю теперь на второй день. Для меня теперь это факт, что на второй день падает лучше. Поэтому, кому не сложно, тоже проверьте. Будет хорошо. Так, он все еще демит. Не знаю, вроде уже должен гореть. Уже 2 минуты. Ну, почти 3 минуты убиваем, да, получается. Ну, 3-4 минуты. Ну, больше 5 не должно уйти на вертолет. Но я еще много патронов промахнулся. Берданка, то есть, как это называется. Берилл. У меня еще хватит на него. Так, ну, начинаю уже гореть. Так, смотрите, опять ракеты выпустил. Да, он уже начал гореть. 3 минуты стреляем, он уже начал гореть. Так, ну, сейчас он должен упасть по-любому. Нет? Ну, ладно. Да нет, вот. Нет, не падает. Я думал, уже он падает. Ну, у него совсем чуть-чуть опрасывалось по-любому. Все, мне кажется. Да, вот, все падает. Котом медленно падал. Все, взорвался. Сейчас посмотрим, какой у него будет лут. Еще темнеет. Не люблю я ночь, когда снимаю. Так, с вертолетом. Смотрите, сейчас напарника забайтим на вертолет. Так. Как-то у меня игра замедленная была. Непонятно. Сейчас, смотрите. Поприкалываемся. Смотрите. Он взял, да, умер. На хвосты вертолета невозможно умерить. Так, что, помните, это багом. Если вы взорвет вертолет на официалке, то прячьтесь вот именно в этом хвосте. В нее легко очень залезть. Мало кто вас там заметит. Если там будете в кожанке, ну, хотя металлической броне, ну, без скина, лучше. Без белого скина, тем более. Так, сон, все еще горит. Хорошо, что он не горит, как на официалках. Там, по 10 минут или сколько там. Скорее всего, 10 минут. Так, с еще не выполнялись задания. Давно я не получал. Так, ну, погасните уже. Рецепт будет здесь интересно. Так, с МКО, топовый дробовик, АБС, 4-го левела на СМГ или ФАМАС. Вот такое себе. Хотя, МКО пускай будет. В принципе, просто повеселиться, позорвать вертолет нормально. Так, с еще и корпус нам дали. Тоже неплохо. Сейчас, скорее всего, попробуем вызвать карго и посмотреть, какой лут там выпадет. Там иногда падает хороший лут, а иногда вообще ничего. Ну, сейчас как раз и узнаем. Так, 10 тысяч дерева, 10 тысяч камня и 2 тысячи металла. Это, конечно, очень жестко. К тому же, мы в плюс не уходим. Скоргу точно. А вот с вертолета хоть наполовину ушли. Итак, я даже забыл снять. Топовый ящик МИС сломали, но там ничего не оказалось. Как и в другом оруженном ящике и здесь. Вообще ничего нету нормально. Но при этом то, что мы здесь заметили, это было ботов мало. Очень мало ботов просто. В этом месте ботов вообще нет. Мы нашли только в конце пару ботов. Больше ботов просто не было здесь. Я не знаю, с чем это связано, но просто ботов не было вообще. Два бота. Да, было только два бота, остальных не было. К тому же, я не лутал к аргуме. Ни напарника не убивал ботов. Непонятно, в чем дело. Но лута здесь вообще никакой не был. Такс, пришла очередь пойти к Мстителю. Так, зомбарей очищаем здесь. Такс, где урон? А вот. Чтобы попаялся, не люблю, когда вот так идет. Так, здесь мы убьем Мстителя. Легко, думаю. Такс, я немного думаю, лучше ускорить. Так, все, босс лежит. Можем пойти как раз лутать. Глянем, что у него здесь находится. Такс, патроны, гандраб, МВК. Ну, хуже, чем арт вертолета. Вот так же выпал корпус. Пускай будет. Может, как-нибудь турки себе скрафчу. будет от Тесла именно. Вот и пришел очередь взрывать танк. Пока я его не вижу. Скорее всего, он далеко ушел. На другой конец аэропорта. Сейчас по резкому тоже попробуем его взорвать. И посмотрим лут с него. Потом уже думаю, пойти залутать два фиолетовых комнаты и залутаем фиолетовые карты, которые у меня сейчас в заданиях есть. Эх, скорее всего, я продам просто. Фиолетовые карты. Не знаю, лута особо нету, а вот купонов мне не помешают. Я люблю покупать украшения, так что купоны мне пригодятся. Погодите. У меня танк горит. Так вчера же его взрывал. Я вчера взрывал танк. Пошел домой, пришел с оружием, он восстановился. А сейчас он опять горит. Так, непонятное дело. Либо какой-то баг был. Я не знаю, что вчера произошло, но он горит. Все. Изи танк. Короче, он у него восстанавливается. Понятно теперь. Сейчас посмотрим, какой-нибудь с него лот выпадет. Главное, чтобы был хоть какой-нибудь интересный лот. Ну, желательно, рецепты, которые можно продать. Так, два разных обвеса на дробовик и два обычных обвеса на автомат. Так, металл, камень. Все как обычно, ничего нормального не выпало здесь. Ладно, пойдем в фиолетовую комнату, хотя бы золотые, можно оттуда хоть что-то выпадет. Так, для начала синююю откроем. Посмотрим, что отсюда выпадет. Так, металлической ботинкой, рецепт на разрывные патроны 9-миллиметровых. Больше ничего интересного нет. Ладно, тоже хоть что-то. Может, кто-то купит, не знаю. так, долетаем до бумшелтера. Есть, она так же называется здесь. Я вообще название не читаю. Попробуем здесь залутать фиолетовую комнату. Как же меня это бесит. планер откидывает назад. До сих пор не исправили. Я сначала думаю, это только у меня. Так, по-быстрому зачищаем максимально агрессивно. Это хорошо, кстати, помогает, если вот так быть агрессивно очищать шелтер, всякие ртшки. Можете хорошо себе руку набить и против людей так же играть. Но в моем случае это не особо помогает. Так, пока напарник кидает резисторы, подождем немного здесь. Думаю, у него тоже там проблем будут. Он тоже особо здесь не утался. Он, скорее всего, перераз тоже здесь. И сталпой зомби. встретиться. Так, до сих пор не активировал. пока полетимся. Мало лишь, ну, все, что угодно может случиться. Так, ну, до сих пор не закинул. Главное, не забыть, что здесь есть выключатель. Так, все, у меня загорело. С выключателем все порядка. Хорош, что она не выключается каждый раз. Так, ничего интересного. здесь караж. О, МВК-штаны. Хоть что-то интересное такое. Топовый топор и АБС. Ну, то есть, бадик на калаш. Ну, хоть что-то выпало более-менее. Сейчас можем пойти на другую РТ-шку, получать там фиолетовую комнату. И так, вторая фиолетовая комната. Здесь как раз есть оружейный ящик. Так, Смебирил М762 неплохо. Он мне нравится на самом деле. У него такой прикольный звук. Так, с топового ящика нам ничего не упадет. Естественно, абсолютно бесполезный лут. Рецепт на патроны, которые мне не нужны. Здесь вообще ничего нету. Ладно, можно пропустить и пойти уже забрать нашу фиолетовую карту с мини-босса. А вот этого я вообще не ожидал. Здесь на маленьком острове мы сначала думали, что это баг, потому что здесь нету никакого такого маленького деревушка. И здесь увидел яг-мутанта. Потом все понял. Теперь мне страшно к нему спускаться. Я не знаю, такой же жесткий он или нет. В принципе, интересно на самом деле. я не ожидал такого босса найти. Просто не ожидал. Так, давайте спустимся и попробуем убить его. Как раз узнаем, какой он из себя. Так, он умер сразу. Ясно. Это, короче, получается такой же мини-босс, только яг-мутант. Его не убили. Интересно. На самом деле это было приятное изменение в этой игре. Так, с фиолетовой картой мы тоже получили. Неплохо на самом деле. На этом можно уже закончить. Фиолку я продам. Все, что я отсюда нашел, попробую продать. Не знаю, смогу, не смогу. Ну, всем спасибо, что досмотрели и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok.